Привет! Все, наверное, знают шутку, точнее даже не шутку, наверное, а скорее реальный факт про бейсбольные биты, про то, что в нашей стране их продается намного больше, чем бейсбольных же мячей. Я это к чему? Мне кажется, с фитнес-браслетами примерно такая же ситуация. Даже по названию понятно, что в первую очередь они предназначены для тех, кто всерьез занимается спортом. Но есть такое ощущение, что большинство их покупают вовсе не для того, чтобы следить за своими спортивными достижениями. Ну, я, например. Тем не менее, вы на канале iZender Today, а это мой обзор фитнес-браслета Samsung Galaxy Fit 2. Рассказывать про дизайн и конструкцию такого девайса, как умный браслет, наверное, самая бессмысленная вещь, которую только можно придумать. Но порядок есть порядок. В общем, это абсолютно обычная пластиковая капсула, как и 99% других таких же. Передняя часть полностью закрыта стеклом, которое немного загибается по краям. Выглядит симпатично и обтекаемо, но есть подозрения, что было бы надежно, если бы вокруг все-таки была небольшая рамка. Да, не так красиво, но зато дополнительная защита от царапин и ударов. С третьей стороны, это все-таки не смартфон за 70-80 тысяч рублей. Даже если когда-нибудь он поцарапается или что-то с ним еще случится, то не так жалко. С внутренней стороны встроены все датчики и контакты для подключения зарядного устройства. Само собой, есть защита от попадания воды, причем заявлена возможность погружения вплоть до 50 метров. Я с ним никуда не нырял, но в душе не снимаю и пока что с ним все в порядке. Ремешок здесь цельный и капсула в него просто вставляется. Такая же конструкция, например, у браслетов Xiaomi. Держится внутри, на первый взгляд, надежно, но время покажет. В свое время мой Mi Band первого поколения как-то все-таки умудрился выпасть, хотя тоже казалось, что держится хорошо. Что понравилось, для зарядки ремешок снимать не надо, так что доставать из него капсулу потребуется только если решите поменять. А вот застежка странная, даже не знаю как ее обозвать, смотрите на видосе. Застегивать его лично для меня не очень удобно, но благо делать это приходится не часто. По управлению все стандартно. Сенсорный экран, а под ним еще одна кнопка тоже сенсорная. Ее, кстати, вообще почти не видно, только если специально выглядываться на свету. По разным меню и виджетам перемещаемся свайпами, а кнопка нужна для возврата на предыдущий канал или активации дисплея, если он выключен. В общем, запутаться сложно, все понятно на уровне интуиции. Единственный момент, тут есть еще и что-то типа шторки с быстрыми настройками. Почему-то для меня это стало неожиданностью, и я ее заметил только день на пятый или шестой использования браслета. Экран по меркам подобных браслетов хорош. Диагональ 1,1 дюйма, амолеты в матрице и разрешение 126 на 294 пикселя. К нему у меня вообще никаких претензий. Яркость отличная, по крайней мере, достаточно ее для того, чтобы можно было спокойно пользоваться днем на улице, и все было видно, все читалось. И тоже касается разрешения, его достаточно для того, чтобы картинка была четкой, без зернистости и других каких-то огрехов. И, в принципе, это все, что мне нужно от экрана фитнес-браслета. Правда, авторегулировки яркости не предусмотрено, так что изменить ее можно только вручную. Включается экран по движению руки или, если коснуться сенсорной кнопки. По умолчанию время подсветки всего 4 секунды, но если этого мало, в настройках можно увеличить вплоть до 5 минут. По уведомлениям. Каких-то ограничений по приложениям нет. Можно выводить на экран все, что приходит на телефон. Список настраивается в приложении для смартфона. На уведомления из мессенджеров можно ответить прямо с браслета, правда, только заранее заготовленными короткими фразами. Вообще, программ, которые понадобятся для полноценного использования Galaxy Fit 2, целых две. Точнее, даже не конкретно для Fit 2, а вообще для всех подобных гаджетов от Samsung. То есть, там, для браслетов, часов и, не знаю, еще что-то есть в подобном роде или нет. Эти программы Galaxy Wearable и Samsung Health. Через первую и происходит все управление и настройка браслета. Выбор циферблатов, настройка порядка виджетов, выбор списка тренировок для быстрого доступа через интерфейс браслета, будильники, таймеры, язык. Что касается языка, то он автоматически выставляется таким, какой у вас установлен на смартфоне. При этом, часть функций, конечно, можно настроить и без смартфона, тот же будильник или таймер. Или вот главная фишка этой модели – счетчик мытья рук. Посчитает, сколько раз за день вы их помыли и заодно включит таймер. Но включать его самого нужно вручную. Вторая программа – это Samsung Health. По названию понятно, что здесь собрано все, что связано со здоровьем и спортом. Про тренировки скажу одно – их тут предусмотрено что-то около 100 вариантов. Но далеко не во всех есть какие-то свои особенные параметры. Например, в отжиманиях он считает только время тренировки и, как и везде, следит за пульсом и подсчитывает примерно количество сожженных калорий. А было бы прикольно, если бы он отслеживал еще и количество самих отжиманий. Не знаю, как это можно реализовать и можно ли, но было бы прикольно. Есть функция автоматического определения активности. Если, например, достаточно долго идти пешком, то включится учет ходьбы или бега, если бежать. Правда, записывать маршрут сам браслет не умеет, так как GPS-датчика в нем нет, поэтому только скорость, расстояние и все такое. Разумеется, кроме записи тренировок, браслет умеет и отслеживать ваши жизненные показатели, вроде пульса, насыщенности крови кислородом и даже уровень стресса. Тут же и оценка качества сна с рекомендациями – все как полагается. Ну, а вообще, друзья, на мой взгляд, зря они затеяли вот это вот разделение на две программы. Потому что, по крайней мере, как по мне, по крайней мере, первое время, пока не освоишься, не привыкнешь, не запомнишь, не всегда понятно, где искать ту или иную функцию, куда лезть, чтобы посмотреть что-то и так далее, в какую из этих двух программ. И, в принципе, опять же, если бы кто-то спросил меня, то намного удобнее было бы, если бы все было собрано в одном приложении. По автономности сами Samsung обещают до 21 дня работы от одной подзарядки, но это в максимально экономном режиме. Я лично сразу включил автоматический мониторинг сна, непрерывный замер пульса, поставил ежедневный будильник по утрам, чуть-чуть увеличил время работы экрана, включил уведомления, плюс часто пользовался браслетом, чтобы запустить таймер или просто посмотреть время. В таком режиме он у меня терял где-то 10-11% заряда в сутки, то есть где-то 9-10 дней работы от одной полной подзарядки. Не рекорд, но в целом меня не напрягает, было бы дня 3-4 автономки, то можно было бы и поныть, а так нормально. Что по итогу? Да, в общем-то, у меня претензий к этой модели нет, связь держит стабильно, экран приятный, на руке никак не мешается, да и вообще все свои функции выполняет он именно так, как ты от него этого ждешь. Собственно, каких-то минусов я для себя в нем не отметил. Да, было пару каких-то моментов, типа, ну знаете, там пару раз не очень точно он определил время сна, или вот есть у него еще такой, ну не знаю, косяк это даже, или просто особенность, когда долго ты ничего не делаешь, там сидишь за столом, и он начинает сигнализировать, что ну ты засиделся, надо бы что-то поделать. И вот тут для того, чтобы он отрапортовал, что все отлично, ты подвигался, достаточно, не знаю, просто встать и налить себе воды. И он на этом успокаивается, хотя по факту, конечно, это не совсем корректно с точки зрения, ну вот какого-то, не знаю, здоровья и так далее. И, наверное, было бы логично, если бы он не на такую прям супер минимальную какую-то нагрузку, то, что тупо сдвинулся с места, уже зафиксировал, а если бы ты там, ну не знаю, какие-то упражнения поделал или что-то. Вот, собственно, и все. Кто-то, наверное, скажет или напишет в комментариях, что в нем нет NFC и отнесет это к минусам. Но я вот по своему, опять же, опыту могу сказать, что пользовался я какое-то время Mi Band 4 с NFC, пробовал им платить в магазинах на кассах, и для себя пришел к такому выводу, что мне все-таки удобнее платить смартфоном, ну или там просто картой банковской, чем вот эти вот куча лишних манипуляций с браслетом. Что по цене? Стоит он 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от того, где будете покупать. Ну, соответственно, эта цена на тот момент, когда я записываю это видео, потом в будущем, может быть, она будет как-то еще изменяться. В среднем это немного подороже, чем у китайских конкурентов, но, с другой стороны, не настолько, чтобы взять и сразу вычеркивать его из списков претендентов. Тут скорее надо ориентироваться уже на свои предпочтения в плане того или иного бренда и на то, какое приложение, вот программы, с которым предстоит работать, вам больше нравится. Может быть, даже просто заранее их несколько скачать на смартфон и полазить по менюшкам, посмотреть, что вам приятнее, что удобнее. А по качеству работы, по сборке, по функциям они сейчас все плюс-минус одинаковые и на это как-то ориентироваться не получится, как мне кажется. Собственно, на этом все. Если обзор понравился, то лайки и подписки на каналы строго приветствуются, как всегда. Увидимся в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok